Кадры для округа. 17 медицинских сестер пополнят коллектив Ненецкой окружной больницы через три года. Беспрецедентная ставка. Весть о дипотечной программе под 1% годовых, принятой в Ненецком округе, разлетелась по стране. Вы смотрите новости на телеканале «Север» в студии Ирина Цепитова. 17 медицинских сестер пополнят коллектив Ненецкой окружной больницы через три года. Сегодня будущие медсестры подписали трехстороннее соглашение о целевом обучении социально-гуманитарным колледжем имени Ваучейского и Ненецкой окружной больницы. Договор трехсторонний, а значит, у каждого из субъектов будут свои права и обязанности. Для новоиспеченных студентов социально-гуманитарного колледжа сегодня знаменательный день. Они подписывают документ, который определит их дальнейшую жизнь как минимум на 6 лет. Трехстороннее соглашение о целевом обучении – это возможность получить качественное образование на льготных условиях. Форма обучения очная – срок 2 года 10 месяцев. Подготовка будет проводиться на основе софинансирования. Студент оплачивает 20% стоимости обучения, 80% расходов берет на себя округ. Таким образом, студент будет платить за обучение чуть более 10 тысяч в год. А специальность – одна из самых востребованных – сестринское дело. Выбрала медицину, потому что нравится мне общение с людьми. Благоприятная такая профессия. Везде требовательна, востребовательна, чтобы за людьми ухаживать. За дет, где детей очень люблю. Мне нравится такая вот атмосфера, добрая. Во время обучения у администрации колледжа не будет возникать вопроса, где студентам проходить практику. Ее организуют на базе Ненецкой окружной больницы, которая в последующем выступит работодателем для выпускников. Андрей Дедов отметил, с подписанием соглашения, организация может быть уверена в укомплектованности учреждения медицинским персоналом. Для нас вы снимаете очень острый и самый главный вопрос. Потому что, как еще говорил классик, кадры решают все. Поэтому я надеюсь, что через два года и девять месяцев, и одна неделя осталась, в больницу придут 18 сертифицированных специалистов. В свою очередь студенты, подписывая договор, берут на себя обязательство проработать в учреждении не менее трех лет. Если то условие договора не будет выполнено, им предстоит компенсировать все затраты работодателя. По словам губернатора, сегодня иметь гарантированное рабочее место – большая удача. Готовим заключение таких же договоров на подготовку мастеров в сфере ЖКХ. И наши уже предприятия – это и Север-Желкомсервис, и ПУК-ТС, и Нинецкая коммунальная компания, а также Ассоциации САВЭИ, также участвуют в этих проектах. Ну, речь идет о чем у нас и по ПТУ, и по техникум, и по колледжу. То есть вообще задача такая, чтобы по желанию все студенты имели возможность получить контракт. По словам губернатора, самое главное в целевой подготовке – практика, максимально приближенная к современным условиям, чтобы к работодателю приходил компетентный и обученный специалист. Валентина Чибичек, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Весть о беспрецедентной ипотечной программе под 1% годовых, принятой в Нинецком округе, разлетелась по стране. Таких ставок по ипотеке еще не бывало. Звучит и правда нереально, сказал ведущий программы «Вести». Накануне губернатор округа Игорь Кошин дал интервью телеканалу «Россия-24», где рассказал в деталях об 1% ипотеке. На вопрос ведущего, кто может претендовать на участие в программе 1% ипотеки и на каких условиях, глава региона ответил кратко – любой житель Нинецкого округа. Мы пытаемся решить жилищную проблему и для жителей города Наринмара непосредственно, и для тех специалистов, которые имеют возможность приехать и работать на благо жителей Нинецкого округа. Главная наша задача – это помочь решить жилищную проблему. Потому что я очень часто провожу личные приемы, и вы знаете, 90% обращаются с вопросами, конечно же, жилищными. Игорь Викторович, а бюджет не затрещит, если, предположим, уже с 1 октября? Огромные очереди выстроятся из желающих получить этот кредит. Насколько рассчитано, условно говоря, 100 семей в год или 200? Какие-то цифры лимитированы? Значит, на самом деле все очень просто. Ведь Нинецкий автономный округ, и вы об этом правильно сказали, это один город, одно городское поселение, другие муниципальные образования, и у нас счетное количество населения. И только потому, что мы самый малочисленный субъект Российской Федерации, мы сегодня в состоянии запустить эту программу и посмотрим, как она будет работать. На самом деле, у нас, так как есть ограничения по возрасту домов, у нас на сегодняшний день, это 4999 квартиры могут быть приобретены максимум, и мы посмотрели с нашими банками среднее количество ипотечных кредитов в год, поэтому мы планируем выйти на 150-200, скажем так, кредитных договоров в год. Если будет больше, мы будем только рады этому обстоятельству, потому что люди смогут самостоятельно решать свои жилищные проблемы. До конца года в Наринмаре снесут 14 ветких расселенных домов. Начиная с июня уже разобраны 6 домов. В октябре-ноябре с карты города исчезнут еще 5 расселенных домов. Смедовича 35 и 35А, Бандарная 17, Ваучейского 38 и 38А. По информации пресс-службы мэрии, разбор одного дома обходится бюджету от 300 до 700 тысяч рублей в зависимости от размера и выполняемых работ. В перечне работ, как правило, включаются демонтаж систем газа, электро- и водоснабжения, разбор строения, утилизация мусора, рекультивация земельного участка. По словам начальника городского управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Александра Черноусова, мэрия периодически сталкивается с ситуацией, когда один-два жильца отказываются от предложенного им для переселения жилья и остаются прописанными в фактически расселенном доме. И по закону муниципалитет не может снести строение, пока в нем кто-то прописан. Не первый год такая ситуация тянется с домом номер 38А по улице Ваучейского, отметил Александр Черноусов. Смотрите далее в выпуске. В Павленевском округе отмечается рост дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. В регионе исследуют состояние окружающей среды. Согласно программе, в текущем году в Ненецком округе необходимо провести мониторинг в пределах ряда нефтяных месторождений Хориагинского куста. Он позволит сформировать актуальную картину состояния окружающей среды по предельно допустимым концентрациям вредных веществ в исследуемых регионах, что в свою очередь усилит контроль за экологической ситуацией и обеспечит составление прогноза возникновения и развития негативных процессов или явлений. Необходимые для исследования пробы уже отобраны. По данным Окружного департамента природных ресурсов, экологии АПК, наблюдения в этом году проводятся в пределах Инзерейского, Хориагинского, Южно-Шапкинского и Восточно-Саратаюского нефтяных месторождений. В следующем году подобные исследования пройдут на других участках. Отобранные пробы воздуха, почвы, воды и донных отложений, как у границ лицензионных участков, так и контрольные, вне участков с хозяйственной деятельностью, отправлены в лабораторию на исследование. Как пояснили в Департаменте природных ресурсов и экологии Ненецкого округа, такой мониторинг является частью работы по формированию общей территориальной системы наблюдения. Данный инструмент призван обеспечить регулярное наблюдение за состоянием окружающей среды на территории Ненецкого автономного округа. Также он позволит более эффективно проводить контрольные мероприятия в рамках государственного экологического контроля. В округе отмечается рост дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. За 8 месяцев текущего года в Ненецком округе зарегистрировано 31 ДТП, в результате которых погибло 3 человека. 35 получили ранения различной степени тяжести. О состоянии аварийности в регионе шла речь на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Неутешительные показатели статистики. За 8 месяцев этого года количество дорожно-транспортных происшествий увеличилось на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом число пострадавших выросло на 40%. Еще большее беспокойство вызывает ситуация, связанная с дорожно-транспортными происшествиями, совершенными по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения. На сегодняшний день таких ДТП 8, аналогичный период 7. Рост состоял в 14%. В которых 2 человека погибло на уровне прошлого года и 10 получили ранения. Рост 25%. В ходе проведения ежедневного надзора и контроля нарядами патрульно-постовой службы пресечено свыше 6 тысяч административных правонарушений. За управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения выявлено 164 водителя. 36 водителей повторно сели за руль в нетрезвом виде. В судебном порядке лишены права управления транспортными средствами 100 водителей. 91 водителю назначены штрафы. 9 человек направлены на обязательные работы. 29 подвергнуты административному аресту. Несмотря на принимаемые меры, уровень аварийности на территории региона остается высокий. Нестабильная остановка на сегодняшний день складывается с наездами на пешеходов. По итогам 8 месяцев зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов, в которых 7 человек получили равнение. По сравнению с 2016 годом рост составил 133%. Аналогичный период было 3. Одно ДТП, в котором один человек получил ранение, совершено на пешеходном переходе. По словам Александра Стрипетилова, из 7 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, 4 ДТП произошли по вине пешеходов, 3 – по вине водителя. Особую обеспокоенность у инспекторов ГИБДД вызывают рост количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. За этот год уже зарегистрировано 7 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет. Все они получили травмы различной степени тяжести. 19 числа ДТП было зафиксировано на перекрестке улицы Смедовича-Хатанзейского. Несовершеннолетний ребенок, девочка 10 лет, переезжала через проезжую часть улицы Хатанзейского. Водитель, выезжая с улицы Смедовича, поворачивал на улице Хатанзейского, не уступил ей дорогу и совершил наезд на велосипедистов. Еще одно ДТП с участием несовершеннолетнего ребенка произошло вчера вечером в районе дома номер 3 по улице 60 лет Октября. Водитель Мазда, двигаясь в направлении городского моста, совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка. Несовершеннолетний пешеход переходил проезжую часть по пешеходному переходу, со слов родителей. Водитель не учел метеоусловия, потому что была пасмурная погода, не учел, как он поясняет, его ослепил свет фарм встречного транспортного средства. Мальчик неожиданно выбежал из этого транспортного средства, который проехал пешеходный переход, он его не увидел, совершил на него наезд. Ребенок госпитализирован. Сейчас устанавливается степень тяжести травм. Как нам стало известно, ребенок был одет в темную одежду без светоотражающих элементов. Для предотвращения подобных происшествий все участники дорожного движения должны быть более внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Пешеходам рекомендуется использовать фликеры. Это световозвращатели, помогающие водителю заметить человека на дороге в темное время суток. Фликеры можно разместить на верхней одежде, школьных рюкзаках, детских колясках, санках и велосипедах. Но не стоит полагаться только на светоотражающие элементы. Лучшим уроком безопасности для детей всегда является личный пример родителей. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Антон Водряков, Телеканал «Север». Названы регионы с самым большим количеством сторонников здорового образа жизни. Как выяснили эксперты РИА-рейтинга, больше всего приверженцев ЗОЖ на Северном Кавказе и юге страны. Меньше всего в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Для расчета рейтинга составители проанализировали 8 показателей. Долю населения, занимающегося физической культурой и спортом, расходы на табачные изделия, объемы продажи алкогольных напитков в абсолютном алкоголе, количество совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от случайных отравлений алкоголем и долю занятых на работе с вредными или опасными условиями труда. Первые строчки заняли Северокавказские республики. Для данных регионов характерны незначительные расходы на табачные изделия, низкие объемы продаж алкогольной продукции и невысокая доля занятых на работе с вредными или опасными условиями труда. Последние места в рейтинге занимают Еврейская, Автономная и Магаданская области, Камчатские и Забайкальские края, а также Республики Хакасия и Бурятия. Данные регионы занимают нижние строчки почти по всем показателям, которые учитываются при составлении рейтинга. Ненецкий автономный округ занимает 72-ю строчку рейтинга. В каком году вышла первая ненецкая книга «Букварь», какой писатель имел псевдоним Пеля Пунуф, а кого называли президентом Новой Земли? Сегодня на эти и другие вопросы об истории, культуре и природе нашего края отвечали десятки сельских и городских учеников. В Ненецком округе стартовала игра-конкурс по краеведению олененок. Результаты конкурса, который проводит Ненецкий краеведческий музей, пока неизвестны. Но уже понятно, игра олененок вызвала огромный интерес у ребят. Например, только в пятой школе проверить свои знания захотели 120 учеников. Среди них Ксения Веневская. В каком году был основан наш город, когда был олененок в краеведческий музей, и какие острова рядом находятся. Это были легкие вопросы. А интересуешься сама историей округа? Да, я интересуюсь, мне нравится. Я с мамой езжу на территорию Ненецкого заповедника, и там мы изучаем животных, которые обитают, и саму тундру. Ксении потребовалось всего 15 минут, чтобы ответить на все вопросы. Всего же время, которое отводится по регламенту игры, составляет 75 минут. За этот период нужно не только вспомнить известных ненецких личностей, писателей, политиков и художников, но перенестись на 88 лет назад, в период становления округа, и вспомнить самые важные его этапы. Чтобы стать призером и финалистом, нужно знать и географию округа, ненецкую культуру, флору и фауну, и многое другое. 30 интересных вопросов для трех возрастных категорий подготовили сотрудники Ненецкого краеведческого музея. В течение октября они будут оценивать работы юных историков. А 4 ноября, в День народного единства, наградят знатоков-победители. Победители и призеры будут выявлены в каждой параллели, в каждой параллели со 2 по 10 класс. Победители и призеры будут награждены, конечно, памятными призами. Ну а все участники, абсолютно все участники не останутся без внимания, абсолютно все участники получат свои призы и сертификаты об участии. Кстати, в каждом сертификате будет указан и личный результат, достигнутый в конкурсе. Его смогут увидеть 600 учеников. Именно столько ребят приняли участие в краеведческой игре. Организаторы надеются, игра олененок станет ежегодной и в следующем году сможет собрать более тысячи детей. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.